Большинство морских охотников не любят стрелять в скальную рыбу, предпочитая охотиться на пелагическую в толще воды. Жалко потерянных гарпунов, застрявших в камнях. Да, трудно. И очень тяжело нырять на большую глубину по несколько раз, освобождая из каменных плит гарпун и рыбу. А Мерт делал это играючи, раз за разом уходя за 30-метровую отметку. Ему нравилось играть с глубиной. Он без тени сомнения посылал гарпун в самые глубокие расщелины и всегда выходил победителем из сложных ситуаций. Мы решили отдохнуть и поменять место охоты. Хорошо лететь с друзьями по прозрачным водам. Вдыхая радость жизни полной грудью. Вот так. Каждый день. Мы меняли места охоты. Шли все дальше за своим охотничьим счастьем. Беру камеру и отправляюсь на поиски все новых и новых неповторимых кадров. Субтитры подогнал «Симон»! Вот так встреча. Героиня «Золотого ключика» забралась на приличную глубину. Полежим в засаде и подождем. А вот и зубарик. Иди, иди поближе. Есть! Взяли! А эту красотку лучше не трогать. Зубы у нее острые, как лезвие. Мэрт встретил своего приятеля. Судя по количеству и разнообразию ружей в его лодке, парень профессионально обследует эту акваторию. Мэсьют тоже добавил в нашу операторскую копилку свои красивые кадры. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Мерт не чувствовал усталости! В бассейне он покорял время, а здесь он покоряет глубины! Наблюдать за его техникой и приятно, и поучительно! Этот парень вырос на море, и море сделало его великолепным охотником! Субтитры подогнал «Симон»!